Доброе утро, уважаемые телезрители. Мы начинаем прямую трансляцию со службы центральных коммуникаций при президенте Республики Казахстан. Сегодняшняя пресс-конференция посвящена проведению киберобучений в городе Нур-Султан. Более подробно расскажут наши сегодняшние спикеры, позвольте представить их. Председатель комитета по информационной безопасности МЦРЯ Республики Казахстан Руслан Абдукалыков, заместитель директора Департамента информационной безопасности КНБ Республики Казахстан Голымбек Такенов, представитель РГП ГТС Рамиль Бектемиров, президент ОЮЛ-центр анализа и расследования кибератак Олжас Сатиев. Кроме того, спикеры, руслан кинжбекулы, сэс цыгануэзингзи. Мархават. Микрофон у вас, господи. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, В этом году весь мир столкнулся с новой угрозой пандемии COVID-19. И, как показывает опыт борьбы с инфекцией, поражает она не только организм человека, но и наносит ощутимый вред мировой экономике и каждого отдельно взятого государства. К сожалению, пандемия не обошла стороной и нашу страну. Мы теряем своих близких и знакомых людей, бизнес терпит убытки, граждане испытывают неудобства от карантинных мер. Однако наше государство принимает все необходимые меры для нивелирования негативных последствий пандемии, поддерживая частный бизнес и граждан. Казалось бы, почему здесь об этом говорит представитель цифрового министерства? Но, как оказалось, помимо социальной сферы, медицина, образование, социальное обеспечение, большой удар пришелся и на цифровую инфраструктуру государства. И вы все стали этому свидетелями. Проблемы с доступом к государственным интернет-ресурсам показали несовершенство имеющейся организационной и технологической базы в сфере цифровизации. Основными принципами кибербезопасности являются конфиденциальность, целостность и доступность. Как вы понимаете, с последним как раз и возникли проблемы. Для понимания могу сообщить, что каждый крупный объект информатизации электронного правительства, это касается и финансового сектора, постоянно находятся под действием различных кибератак. Ежегодно фиксируются миллиарды событий информационной безопасности, только в этом году около 4 миллиардов событий, и миллионы кибератак, около 200 миллионов атак. Помимо этого, перманентного негативного воздействия в период пандемии и перехода к удаленным средствам работы резко возросла нагрузка на цифровую инфраструктуру. К этому мы оказались не готовы. В настоящее время целью проводимых киберучений является проверка готовности государственных органов, подразделений по обеспечению информационной безопасности, оперативных центров информационной безопасности, критически важных объектов информатизации, противостоять возникающим угрозам. Условным нарушителем из экстремистских и религиозных побуждений будут совершены массированные ДДОС-атаки на объекты информатизации электронного правительства, критически важные объекты информационно-коммуникационной инфраструктуры, произведены попытки взлома государственных интернет-ресурсов, распространяться недостоверная информация в социальных сетях, попытки фишинга и распространения вредоносного программного обеспечения. Последнее мероприятие стартовало по плану киберучения немного раньше, и многие государственные служащие уже столкнулись с фишинговой рассылкой тестового вредоносного программного обеспечения на своих рабочих местах. Об этих результатах мы более подробно доложим уже после завершения учений, но предварительно около 30% государственных служащих нарушили, скажем так, политику информационной безопасности и открывали фишинговые ресурсы с вредоносным программным обеспечением. Чтобы снять часть вопросов, хотелось бы пояснить, почему в учениях, организованных Министерством цифрового развития, принимает участие представитель Комитета национальной безопасности, АО «Государственная техническая служба», Общественного объединения юридических лиц, Центр анализа и расследования кибератак. Исходя из плана учений, у каждого своя роль. Защитные технические механизмы, предусмотренные системой «Киберщит» Казахстана, будут задействовать сотрудники КНБ и Национальный координационный центр информационной безопасности АО «Государственная техническая служба». Роль условного нарушителя выполнит профессиональная команда ЦАРКа. Межотраслевое взаимодействие с заинтересованными государственными органами и общая координация киберречений за Министерством цифрового развития. Почему в нынешних киберречениях задействован сертификат безопасности? Хотим пояснить, что, как показал опыт, в период пандемии возросло количество недостоверной, нарушающей законодательство страны информации, которая распространяется, как правило, в социальных медиа. В этой связи для максимального приближения к реальности условным религиозным экстремистам будут задействованы и эти каналы распространения информации. Следовательно, задача государственных органов будет вовремя обнаружить ее, локализовать и провести точечное ограничение, при этом не нарушая штатное функционирование всего интернет-ресурса. Для этих целей и будет задействован сертификат безопасности. Причем, если отказаться от его применения, технически невозможно будет сохранить функционирование иностранных интернет-ресурсов, на которых условным нарушителям будет распространяться противоправная информация. Следует отметить, что с начала года уполномоченным органам в области информации выданы рекомендации об устранении нарушений законодательства собственникам и администрациям иностранных интернет-ресурсов, направлено более 7 тысяч писем в отношении принятия мер по удалению более 23 тысяч противоправных материалов. Однако фактически исполнено на сегодняшний день только около 30% или порядка 7 тысяч материалов. Значит, справочно, что входило в эти 23 тысячи противоправных материалов? Львиную долю составляет распространение идеологии терроризма, религиозного и этнического экстремизма. Это 21 тысяча материалов. 371 материал – это пропаганда порнографии, культа жестокости и суицида. 137 материалов – пропаганда и распространение наркотических средств. Кроме того, в порядке, предусмотренном законом о связи Министерством информации и общественного развития ограничен доступ для пользователей с территории Республики Казахстан более чем к 3,5 тысячам материалов. Справа сейчас, значит, 2066 материалов касались пропаганды порнографии и суицида. 722 материала – это пропаганда и распространение наркотических средств. 318 материалов касались нарушения закона об игорном бизнесе. 186 материалов – распространение идеологии терроризма, религиозного и этнического экстремизма. 29 материалов – распространение ложной информации. С начала текущего года по решениям суда ограничен для пользователей с территории Республики Казахстан к 32 противоправным материалам. То есть они касались 8 – это распространение идеологии терроризма, религиозного и этнического экстремизма. 7 материалов – это пропаганда и распространение наркотических средств. 6 материалов – по нарушению закона об игорном бизнесе. 5 – касались пропаганды оружия, боеприпасов и взрывчатых устройств. 4 – пропаганда порнографии. 2 – касались нарушения авторских прав. Нам хотелось бы отметить, как всему мною сказанному, что мы постарались провести эти учения таким образом, чтобы максимально наши граждане не почувствовали неудобства, которые создаются этими учениями. Мы приносим свои извинения в связи с тем, что определенные неудобства возникали. Конечно же, это сказывалось на работе иностранных интернет-ресурсов. Почему мы начали именно в выходные дни? Это как раз было связано с тем, что это то время, в которое человек максимально свободен, нет никаких рабочих моментов. И именно в это время, наверное, минимум неудобств причинили мы нашим гражданам. В настоящее время все мероприятия, связанные с использованием сертификата безопасности, уже завершены. То есть остается только фаза киберучений, которая будет связана уже с атаками, с отражением этих атак именно в самих государственных органах. То есть здесь мы полагаем, что наши граждане, я думаю, максимально больше не будут в этом никаким образом задействованы. Только если, конечно, допустим, при атаке на какой-то государственный ресурс, то есть если эта атака удастся на самом деле, то какое-то время, наверное, он будет недоступен. Но соответствующие выводы мы, конечно, потом и сделаем. Во всех других случаях, в принципе, никаких проблем у наших граждан возникать не должно. То есть еще раз повторяю, что это было умышленно, по плану учения сделано именно в выходные дни, чтобы было как можно меньше проблем у наших граждан. Также сразу хотелось бы сказать, что эти учения носят плановый характер. Эти учения проводятся с 2017 года, именно тогда, когда была впервые принята концепция кибербезопасности, кибершит Казахстана. Единственное, можно сказать, что действительно в этом году они носят такой масштабный характер. То есть это впервые, наверное, в истории нашей страны, когда мы проводим такие масштабные киберучения, в которых задействовано очень много государственных органов. Вы видите здесь представители и комитета национальной безопасности, и АО «Гостехслужба». есть наши коллеги из Центра анализа и расследования кибератак. Они как раз будут выполнять, как я уже говорил, роль, скажем так, нападающего, то есть государственные органы и Национальный координационный центр информационной безопасности будет выполнять роль защитника. Ну, это его традиционная роль. То есть здесь мы еще раз хотим убедиться в этих учениях, что те проблемы, те выводы, которые мы сделали, те уроки, которые мы вынесли из борьбы с пандемией, что они не прошли даром и что у нас есть прогресс. Поэтому не проводить эти учения мы, как вы понимаете, не могли. Они очень важны. Еще раз, наверное, хотел бы попросить прощения за то, что доставлено неудобство нашим гражданам с применением сертификата безопасности. Ну, я думаю, сегодня уже все нормализуется. Спасибо большое. Я и мои коллеги готовы ответить на вопросы по поводу и связанные с киберучениями. Спасибо большое. Благодарю. Следующее слово предоставляется президенту Центра анализа и расследования кибератаку Лжасу Сатеву. Пожалуйста, коротко. Всем добрый день. Царка, да, не первый год поднимает вопрос кибербезопасности в Казахстане. И здесь как раз министерство пригласило нас как команду, так называемый Red Team, команду нападающих, чтобы мы проверили там критично важную структуру, государственные ресурсы. В рамках данных киберучений мы запустили программу Bug Bounty, про которую перед этим упоминал министр. Это программа, где исследователи, этичные хакеры могут сдать свои уязвимости на госресурсах либо на ресурсах банковского сектора и получить за это вознаграждение. То есть до этого такого механизма, к сожалению, не было. То есть если человек находит какую-нибудь, допустим, утечку либо уязвимость, то он ее никак не мог нормально предоставить государству. В рамках пилота мы уже получили, на самом деле, довольно большое количество уязвимостей. Даже были уязвимости электронного правительства и одного из крупнейших банков Казахстана. Один исследователь нашел уязвимость, которая вообще позволяет атаковать практически любой домен в доменной зоне Киезет и получит за это большое вознаграждение. То есть здесь мы выступаем именно как такая команда нападающих. Спасибо. Мы переходим к сессии вопрос-ответ. Уважаемые коллеги, хочу напомнить о том, что время пресс-конференции ограничено, принимается не более двух вопросов и задавать их коротко и лаконично. С нами на связи Сергжан Маулетпай, информбюро. Сергжан, доброе утро. Пожалуйста, ваши вопросы. Да, здравствуйте. Я хотел первый вопрос задать. Для чего необходимо устанавливать сертификат? И в целом несколько лет назад мы видели, как Мазила, крупные другие IT-компании критиковали сертификат тем, что это покушение на свободу слова в интернете и свободу перемещения. И почему именно именно сейчас вы проводите эти учения? Связано ли это с предстоящими выборами? И считаете ли вы, что во время период выборов будет именно та запрещенная информация, против которой это все создано? Спасибо большое за вопрос. Частично, в принципе, я в своем докладе попытался на него ответить. Могу повториться еще раз. Значит, сертификат необходим для того, чтобы на самом деле гражданин продолжал получать возможность доступа к интернету. Технически по-другому это сделать невозможно. Действительно, в прошлом году, буквально, это не несколько лет назад, это буквально в прошлом году, мы проводили первые учения, связанные с использованием сертификата. Определенные выводы нами были сделаны. В этом году в рамках больших киберучений мы также попробовали буквально в течение суток, если помните, вы в прошлом году две недели длился этот тест в городе Нур-Султан. В этом году мы в рамках наших киберучений буквально в течение суток попробовали посмотреть, как работает этот функционал. Также, как я уже отмечал ранее, эти учения у нас плановые, проводятся с 2017 года. В этом году, наверное, так совпало. Во-первых, пандемия внесла свои коррективы. Мы смотрели и многому учились, скажем так, и у мирового сообщества, и сами для себя делали выводы. И именно эти учения немного у нас оттянулись к концу года. И, соответственно, к концу года стало уже известно о том, что будут проводиться выборы в Казахстане 10 января. Но я хочу вас заверить, что когда мы планировали эти учения, мы не знали об этих выборах, вернее, о дате этих выборов. И с выборами это никак не связано. Само, значит, использование сертификата, оно у нас, в принципе, законодательно закреплено. Но, как вы знаете, в прошлом году президент страны заявил о том, что он будет использоваться только именно в критических случаях. Соответствующий пресс-релиз был в прошлом году Комитета национальной безопасности, в котором также было указано, что применение сертификата безопасности будет только в случае прямой угрозе национальной безопасности нашей страны. То есть в сегодняшних киберучениях мы только еще раз сами для себя убедились, что функционал существует, что он работает, выявили для себя опять-таки проблемные моменты, будем заниматься над решением этих проблемных вопросов, чтобы если вдруг, не дай бог, когда придется его применять, чтобы мы все-таки его применили правильно и максимально не доставляли неудобства нашим гражданам. Спасибо, я надеюсь, ответил на ваш вопрос. Сержант. Уважаемые спикеры, я еще раз хочу попросить и вас отвечать на вопросы коротко и ясно. Спасибо за понимание. Я хотел уточняющий вопрос задать. Что значит угроза нацбезопасности страны? В каких случаях будут применяться сертификаты? Это уточняющий вопрос. Я думаю, чтобы сейчас не заниматься цитированием закона национальной безопасности, в принципе, там достаточно четко расписано, что такое национальная безопасность. Она состоит из экономической безопасности, в том числе из информационной безопасности, из политической безопасности. Я думаю, в принципе, можно будет просто краем глазах заглянуть в этот закон и станет все понятно. Также хочу сказать, что такие события, как правило, они объявляются у нас по закону о чрезвычайном положении президентом страны. Спасибо. Сержант, есть ли у вас второй вопрос? Да, есть второй вопрос. Сертификат, насколько всем известно, будет весь трафик из устройства вычитывать, включая пароли и историю посещения ресурсов. Хотел уточнить, насколько безопасно эта информация будет храниться. Мы все были свидетелями, как была утечка и в генпрокуратуре, и в ЦИКе, и в итоге никто не был наказан. Как будут храниться данные пользователей установивших сертификат и кто будет ответственным, если в случае будет какая-то утечка? Спасибо большое, это очень важный вопрос. Первое. Сертификат безопасности, он выпущен на территории нашей страны, он выпущен удостоверяющим центром АО государственная техническая служба, он соответствует всем техническим стандартам нашей страны. На самом деле он такой же безопасный, как и все другие сертификаты. Если вы откроете допустим свой компьютер или даже далеко ходить не будем, можно открыть свой смартофон и посмотреть просто в режиме поиска сертификаты. Загляните в раздел с сертификатами, вы увидите в нем около сотни сертификатов, установленные со всего мира. То есть от того, что такой же сертификат, который там немецкий, там сертификат бразильский, есть японский, корейский, от того, что туда наше государство установило, наш казахстанский сертификат, ничего плохого, во-первых, не случилось, к тому же это законодательно предусмотрено у нас. Во-вторых, значит, сама система работает в автоматизированном режиме, то есть никто не следит за тем, куда ходил пользователь, что он делал, какие он пароли вводил. Система нацелена только на точечную блокировку запрещенного контента. То есть, грубо говоря, машина получает доступ к трафику и в этом трафике пытается найти только ссылки, которые у нее в черном листе, скажем так, blacklist содержится. То есть, она сравнивает ссылочку, которая проходит сейчас мимо нее от пользователя с теми, которые у нее находятся в черном списке. Если она находит совпадение, она такой запрос прерывает и пользователь не получает никакого ответа в этом случае. То есть, мы там либо получим 404 страницу ответа, сервера не представлен. в любом другом случае машина ничего с этой информацией не делает, это все автоматизировано, она пропускает ваш запрос дальше. То есть, во-первых, с этим не работают люди, это раз. Во-вторых, также наших граждан защищает, во-первых, конституция в этом плане, во-вторых, законно-оберативно-розыскной деятельности, то есть, чтобы получить какие-то данные на какого-то конкретного человека из этой машинки, которая эти действия производит, существует закон об оберативно-розыскной деятельности, есть уголовно-процессуальный кодекс, то есть, за всеми этими действиями правоохранительных и специальных государственных органов высший надзор осуществляет генеральная прокуратура. Я думаю, спуску никому она не даст, чтобы кто-то мог самовольно брать и эту информацию использовать. Это незаконно. Мало того, в отношении того сотрудника правоохранительного органа либо специального государственного органа, кто злоупотребит своим правом, есть уголовная ответственность, если он вдруг злоупотребит своим правом, то есть, он будет уголовно наказан и будет сидеть в тюрьме. То есть, наше государство к этому жестко относится. Также хотелось бы сказать, что на самом деле сертификат безопасности нужен именно для самого гражданина, чтобы как можно меньше проблем у него было с доступом в интернет, потому что сама машинка в любом случае этот трафик уже посмотрела. Вопрос только в том, что если человек не поставил сертификат, то у него гораздо больше проблем при взаимодействии с иностранными сервисами. Вот и все. То есть, можно его не поставить, можно его поставить, но машинка в любом случае посмотрела в трафик, попыталась найти запрещенные эти ссылки и их заблокировать, а все незапрещенные пропустила дальше. Вот и все. Спасибо. Вам, Жан Шамильевич, есть ли дополнения? Можно уточняющий вопрос? Пожалуйста. Вот вы говорите о том, что сертификаты безопасны, по сути, не собирают личные данные, кроме трафика ничего не делают. Тогда почему крупные компании, как Apple, Mozilla и Google выразили свое недоверие и заблокировали сертификаты в 2019 году? Да, очень хороший вопрос. Если не вдаваться в политику, смотрите, как я уже говорил, в вашем смартофоне содержится порядка сотни сертификатов других стран. Когда вы едете на территорию этих стран, вы же, грубо говоря, также становитесь объектом устремления зарубежных спецслужб, так ведь? Вы же не переживаете по этому поводу. Но у тех стран, и, как правило, они все ходят в блок НАТО, если вы обратите внимание, у них, конечно, проблем нету ни с Google, ни с Facebook. Проблема в нашей стране, потому что, да, мы принадлежим другому блоку, мы входим в ДКБ, мы не входим в НАТО. Соответственно, чисто политически никто, конечно, не признает наш сертификат в этом плане, потому что никто не хочет, чтобы наша спецслужба могла работать так же эффективно, как зарубежные спецслужбы. То есть здесь вопрос очень простой. Те механизмы, которые есть, мы не придумывали, вот казахи такие самые умные, взяли и придумали сертификат безопасности. Мы просто посмотрели, что делают другие, вот и все. Но почему-то у нас всегда есть такие двойные стандарты, то есть кому-то, значит, это можно делать, и это все правильно и демократично, а когда какая-то страна, как бы осознав, что на самом деле и она так же имеет право делать, это ее суверенное право, только на своей территории заниматься этим, нам сразу говорят, нет, ребята, вам это почему-то нельзя. Ну вот следует, наверное, об этом задуматься. Спасибо. Спасибо за ответ. Уважаемые спикеры, еще раз хотелось бы напомнить о том, что время пресс-конференции ограничено, в 12-30 часов у нас запланированная пресс-конференция. Спасибо за понимание. Ламжан Шамильевич, пожалуйста, вам слово. Я хотел бы дополнить в том, что система, ну, технически некоторыми моментами, система направлена основная на контент, так скажем, на противоправные материалы, и система не настроена на какие-то банковские, перехват, вот банковские пароли, карточки и так далее, что было связано. Это в системе не отражается. И вчера, вот, когда происходили учения, когда проводились, банковские системы нормально работали, и я вот вчера сам выходил, оплачивал с Каспи-приложения, никаких проблем не было, то есть все работало без каких-либо задержек. И второй момент я хотел бы отметить, вот вы сказали, Mozilla, Google, на самом деле это же бизнес, вот мы все время говорим о казахстанском содержании, все время говорим о том, что должны быть наши отечественные продукты. То есть получается, вот как уже отмечено было, какая-то политика двойных стандартов, то есть вы знаете, что все браузеры, в том числе Mozilla, там Google, там Explorer и так далее, другие, делают целевую рекламу, да, вы видите эти все время всплывающие окошки, и когда вы заходите на какую-то там поисковую систему, ищете тот или иной запрос, интересуясь теми или иными продуктами, как будто случайно, и потом вам именно эта реклама случайно всплывает. Так вот это же все анализируется. А как, не имея доступа к трафику, к вашему содержанию, к вашим интересам, Google или другие компании, там иностранные, их много, анализируют вот эту информацию и получают к ней доступ и точно прямо отражают. Вы об этом никогда не задумывались. На самом деле технологии же простые, и там это есть. И вот сейчас сказали, что сертификат безопасности выпустен на отечественном решении, на производстве казахстанской компании, которая, ну можно сказать, лидер в казахстанской криптографии и шифровании. И этот продукт именно он использовал. Мы обратились с переговорами в иностранные компании. Пожалуйста, добровольно, пожалуйста, добавьте наш сертификат в хранилище. Были очень долгие переговоры, порядка двух лет. Законодательная база была создана еще с 2015 года. Но иностранные компании категорически говорят, нет, мы вас не пустим. Видят там свою угрозу, о том, что придут отечественные. Вот в настоящее время разработан отечественный браузер. Есть отечественная передовая разработка казахстанская, казахстанский продукт, но в настоящее время казахстанскому бизнесу не дают развиваться такие гиганты. Ну вот вы покупаете ноутбук, у вас уже Google предустановлен. Вы покупаете смартфон, у вас уже есть Safari. Вы не задумываете, на самом деле, пользователь не задумывается никогда о том, что почему там стоит уже предустановленное программное обеспечение. Хотя есть, если вы заглянете в Apple Web Store или Play Market, много очень отечественных продуктов, которые там стоят. Но это монополия, так скажем, цифрового рынка, когда гиганты захватили и не отдают свою роль. И вот не добавление сертификата, то есть их сертификат можно добавить в наше устройство, наших граждан, это нормально. А когда мы попросили добавить наш сертификат, нам почему-то было сказано. Ну это бизнес, и это переговоры, это очень длительный процесс, и мы этим путем тоже идем. И мы ведем переговоры сейчас с производителями Smart TV о том, что сертификат безопасности, они сделали прошивку таким образом, что пользователь ничего не может туда добавить. На самом деле, это же тоже нарушает права. Вы покупаете Smart телевизор, и там уже установлены иностранные программные обеспечения. Посмотрите YouTube приложения, Facebook и прочие-прочие, Иви и так далее. Даже там российский есть интернет, браузер уже установлен. Казахстанского браузера там нет, к сожалению. Нет отечественных продуктов, такие сейчас появились очень хорошие мессенджеры, очень хорошие IT-продукты. Их нет просто, это вот захват. Но при этом вендоры между собой уже договорились, и монополия этой пользуется. И вот очень большой перейдет переговорный процесс с Казахстана с этим, в том числе с позиции Министерства торговли и интеграции. Мы хотим на пространстве таможенного союза выйти с такой инициативой о том, чтобы вот на самом деле наши права в этом плане поставляем продукцию на территорию таможенного союза значительно ущемляется, чтобы помочь нашему бизнесу как-то распространиться, завоевать, попытаться оборудовать. А вот такие барьеры технические, которые мотивируются, эти на самом деле создают препятствия. Благодарю за ответ, Халмбек Шамилевич. У нас на очереди 16 журналистов, поэтому еще раз прошу отвечать коротко. На очереди Багдад Аслбек, радио Азаттых Багдад. Доброе утро. Вы на связи? Доброе утро. Да, я на связи. Точнее, еще вопрос по вопросу Сарикжана про мировые интернет-гиганты как Google и Мазио. Имеет ли для вас значение мнение ведущих мировых компаний и зарубежных экспертов насчет сертификата? И еще раз, объясните, пожалуйста, насчет связи с отказом признавать казахстанский сертификат и ОДКБ. Вы говорили про блок НАТО, про блок ОДКБ. Я, наверное, отвечу на этот вопрос. Ну, на самом деле, действительно, прямой подоплеки этому нет, что именно с этим связано. Ведь политические процессы, они скрыты от нас. Явно так заявлять, наверное, не совсем правильно, но вместе с тем, как я уже сказал, это больше бизнес. Больше бизнес, который в корне своем уже, может быть, имеет какие-то определенные политические, потому что компаниями работают на те или иные страны. И эти компании все время представляют какую-то страну. Вы знаете, сейчас есть в мире конфликт между США и Китаем, есть определенные конфликты между другими странами. Именно в IT-сфере, именно борьбу за рынок, за бизнес, который происходит. Google и Mozilla, хотелось бы сказать, ну, просто отказывают добавлять наш сертификат туда, в хранилище. Если его добавить в хранилище, международных сертификатов, вот в этих несколько тысяч или компаний, то устройства прекрасно будут работать, просто устройства им доверяют. То есть, вот своим, значит, сертификатам они не доверяют, а есть какой-то казахстанский сертификат, мы им не доверяем. Сразу вопрос встает, почему? Вот в этом диалоге, в этих переговорах мы пытаемся решить этот вопрос. Багдат, переходите к своему вопросу. Да, вот эксперты, которые предупреждают о последствиях установки данного сертификата, отмечают о наличии в нем «Man in the middle», то есть «Человека посередине», из-за которого трафик могут считать третьи лица и может быть доступен вообще. Что можете сказать насчет «Человека посередине»? Добрый день. Ну, смотрите, дело в том, что получается технология как бы, да, действительно используется в решении «Man in the middle», но эту технологию используем не только мы, ведущие производители оборудования для защиты сетей, да, они ставят, получается, функционал такой в данное решение, да, для того, чтобы инспектировать трафик. Мы понимаем, что сейчас, получается, у нас 70% трафика всего, да, который есть, приходится на, его доля там шифрованная. Вот, а для того, чтобы проинспектировать его, то есть посмотреть, увидеть именно вот этот запрещенный контент, который необходимо будет заблокировать, да, допустим, без этой технологии это просто невозможно. Да, пожалуйста. Здесь еще хотелось бы отметить то, что вот учение или тестирование, так скажем, не проводилось сразу вот именно на пользователях и сразу было внедрено Казахстан сегмент сети интернет. Мы порядка трех лет эту технологию обкатываем, так можно сказать, именно на государственных органах. То есть, как уже было отмечено, инспектирование трафика это решение кибербезопасности. Для того, чтобы увидеть электронном, допустим, сообщении, идет вредоносный, вложено ли вредоносное программное обеспечение, если у нас же ошифровано, закрыто, то сложно выявить внутри, есть ли вредонос. Так вот, инспектирование на правом том, что оно вскрывает, смотрит, есть ли там корректное вложение, оно его пропускает. Вот, например, в государственных органах мы выявили около 30 тысяч атак. Вот этот сертификат безопасности, он установлен во всех квази-государственных компаниях, государственных органах на рабочих станциях, имею в виду на компьютерах. На компьютерах установлено и все корректно работает. И вот благодаря этому, именно этой технологии, внедрение этой технологии, мы выявили очень много кибератак, которые именно с использованием от зарубежных публичных почтовых служб были. Например, почтовый ящик Google, Mail.ru, госслужащие очень часто пользуются, мы все время призываем используйте корпоративную почту, потому что это не совсем безопасно. Вот, скрывая Mail.ru, пришло сообщение. Пользователь его открывает одно неизвестное адреса, в нем лежит архив с вредоносным программом. Так вот, технология инспективно позволяет выявить именно вот этот факт, что выявляет, и пресечь эту попытку внедрения. Госслужащий, если бы не было технологии инспектирования, получив это письмо, открывает его на рабочей своей станции, на своем компьютере, происходит заражение сети, именно его, вся его информация, документация может уходить куда-то в интернет. Если он с рабочего компьютера, как вы говорите, заходит на какие-то банковские свои приложения, то, соответственно, уходит и банковская информация, пароль, и номера карточек, ну и так далее. В нашем программе обеспечениях. Спасибо. Балдат, следующий вопрос. Сейчас уточняющее, короткое уточнение про одно уточнение, пожалуйста. Да, man in the middle. Так все-таки он дает возможность читать трафик третьим лицом? Ну, технология, как уже сказали, она позволяет другой, к сожалению, в мире технологии нет. Кроме как, с использованием вот этого имеющего ключа, вскрыть содержание трафика. Другое, на что направлена система. направленность системы. И вот в нашей системе процессы автоматизированы именно так, что оно именно в автоматическом режиме сравнивает с противоправными ссылками и информацией. Поверьте, что там никакой банковский трафик именно на информационные, на интернет-магазины и на банковские управления там счетами и так далее система не направлена. эти технологии маршрутируются таким образом, что они идут мимо системы и проходят и не подвергаются инспектированию. Спасибо. Следующий вопрос. Спасибо. Каким законом предусмотрено проведение таких учений с привлечением мирных граждан без их согласия? Как подобное учение, установка сертификата согласуется со статьями Конституции, которые гарантируют право на тайну переписки, запрет цензуры и право свободного поиска и получения информации? Спасибо. Очень хороший вопрос. Как правило, когда цитируют этот пункт Конституции, все забывают только про другую часть, где написано, если это не ограничено законами. Так вот, в нашем случае как раз-таки законом о связи, статья 26, она явно предписывает операторам международной связи использовать сертификат безопасности, то есть для всех внешних соединений они обязаны его использовать. Другой вопрос о том, что каждодневно это не делается в нашей стране, вот это тоже наши граждане забывают. И то, что этот функционал у нас есть в соответствии с законом, это прекрасно. То, что мы во время тестирования его еще раз проверили, что да, он у нас есть, грубо говоря, лежит в чулане, но мы его раз в год достали и посмотрели, что он оказывается все-таки работает, это классно, и опять положили чулан, это здорово. Это лучше, чем если бы мы его использовали на постоянку. Я думаю, вы со мной согласитесь. Спасибо. Багдат, есть уточнение? Да, уточнение. Последнее уточнение. Помимо Конституции, которая, кстати, выше, чем внутренние законы, будь это закон о связи или другие, помимо Конституции есть и другие международные соглашения, к примеру, Тунисское обязательство и Международный пакт о гражданских политических правах везде запрещается слежка, любой вид слежки. И вы гарантируете ли, что вот этот сертификат исключает любой вид слежки и использование информации граждан? Да, мы гарантируем, что технология, как я уже говорил, именно сделана так, что стороннее лицо, сторонний человек, не имеющего доступа к системе, не получит. Вообще, сама технология сделана так, что она контролирует именно точечную блокировку. Вот вы сейчас сказали о праве на свободу информации. Так вот, как раз противоправная информация, признанная по решению суда противоправные, такие как религиозный экстремизм, терроризм, межнациональная рознь, распространение наркотиков, продажа наркотиков через интернет, вот эти все противоправные ресурсы, так вот, сертификат направлен и технология направлены именно на этой ссылке, именно по этой ссылке, которую запрещено смотреть. А остальное, пожалуйста, наоборот, дает доступ в том, чтобы смотреть, читать и так далее. То есть это технология более точечной фильтрации, можно сказать, передовая технология. И на самом деле в странах СНГ еще, может быть, и мира еще нет такого опыта по инспектированию в масштабах страны такого трафика. И сейчас все на Казахстан смотрят, как на передовую страну по внедрению этих сетевых технологий, как у них получится. У нас на международных площадках очень много спрашивают, а как идет, и все время интересуются, какие процессы, с какими ошибками вы столкнулись. Вот мы еще пока не рискуем идти на такие шаги. Но защищать цифровое, независимое информационное пространство, это задача национальной безопасности. И кибершит, вот эта система, это основной, один из элементов кибершита Казахстана, и оно направлено именно на защиту нашего независимого информационного пространства страны. Спасибо. Спасибо. Тамара Валь, власти КИЗ, на связи. Тамара, ваши вопросы? Тамара? Сейчас. Добрый день. Добрый день. Слышно меня? Слышно, пожалуйста, ваши вопросы. У меня уточняющие вопросы. Первый, я правильно понимаю, что учения уже закончились, и они ограничены только столицей, распространяться они на весь Казахстан не будут? Спасибо большое за вопрос. Учения начаты ранее, учения продолжаются. Один из, скажем так, пунктов этих учений был связан с использованием сертификата безопасности, и вот именно этот пункт мы считаем исполненным в прошедшие выходные. Сами учения будут продолжаться и дальше. То есть у нас очень большой план, у нас в стране порядка 200 веб-ресурсов государственных, порядка 400 информационных систем, мы их все должны проверить на готовность. Поэтому учения будут продолжаться дальше. А этап, связанный с сертификатом безопасности, в эти выходные был проведен и завершен. Спасибо. Я хотел бы добавить, немножко отвечая на вас вопрос, по этапам учений. На самом деле учение не затрагивает только техническую часть, поскольку вся система противодействия киберугрозам должна сработать эффективно. Почему привлеченный частный рынок, привлечены оперативные центры информационной безопасности, которые как раз-таки стоят на страже защиты критически важной инфраструктуры, критически важных компаний, их ресурсов, их задача охранять и обеспечивать безопасность и проверить надежность, как они срабатывают, как они эффективно реагируют. Второй момент, это оперативная работа, которая, как у спецслужбы, у нас всегда есть. У нас условный киберджихадист, который атакует наши из каких-то религиозно-экстремистских побуждений, наши ресурсы. Наша задача, у нас тоже работает команда розыска, значит, наша задача его выявить, собрать все цифровые доказательства его противоправной деятельности, провести, так скажем, полноценную оперативную разработку, возбудить уголовное дело и грамотно, эффективно, с сохранением всех цифровых доказательств, провести его задержание. Вот, некоторые, позже, мы дадим материал СМИ, у нас запланированы и задержания, и наши учения, привлечения наших всех сил и средств. В городе Нур-Султан будут проводиться, так что на этом учении не закончились. Спасибо. Уважаемая Тамара, пожалуйста, переходите к следующему вопросу. Если есть уточнения, вы можете их направить письменно в соответствующие госорганы, в пресс-службу, так как время пресс-конференции ограничено. Прошу. Маржан, погодите, то есть учения закончены, ну, для физических лиц, соответственно, сертификат можно не устанавливать, сейчас он не нужен, не нужно им пользоваться. Тамара, пусть это будет вашим последним уточнением, так как время пресс-конференции уже подходит к своему концу, поэтому у нас на очереди 15 журналистов. Но сейчас устанавливать сертификат технические условия для этого не побуждает. Но на будущее, вот, чтобы исключить проблемы в будущем, когда возникнет какая-либо ситуация, вот как уже было отмечено, какая-либо ситуация, когда технология будет включена, опять возоблена, чтобы не возвращаться опять, не устанавливать сертификат, если вы свое устройство не меняете, то пусть он стоит. Вот я, например, себе поставил и не собираюсь его удалять. Он будет стоять. Нет, подожди, вы его себе поставили, я не хочу его себе ставить, я могу его не ставить, у меня все будет работать, скажите четко. Вы можете его не ставить, это мы почему и говорим, то есть элемент установки сертификата безопасности, это по соглашению в том числе и с международной вены, и так сделано, что на свое устройство вы можете его поставить только добровольно. Но если вы хотите иметь доступ, иметь доступ, чтобы у вас работала точечная блокировка, вам весь ресурс не отключался, вы выходили только по вашим ссылкам, а не по каким-то противоправным, то сертификат это помогает сделать. Он как раз таки направлен на то, чтобы более точечно ответить на тот контент. Тамара, следующий вопрос. Варжан, подождите, мне не ответили на вопрос. Если я не установлю сертификат сегодня, я смогу пользоваться определенными сайтами или я не смогу, у меня не будет доступа? Мы уже объявили о том, что учения закончены, то есть мы инспектирование выключили, сейчас вы получите спокойно доступ, вот с 9.20 мы выключили систему, вы можете спокойно получить доступ. Я просто говорю о будущем, вы сейчас можете получить доступ без сертификата, но мы говорим о будущем, что когда, если возникнет такая ситуация, чтобы опять не возвращаться к этой проблеме установкой, лучше его установить сейчас. Тамара, вам дали ответ, пожалуйста, следующий вопрос. Да, следующий вопрос, вот вы сказали, что растет количество угроз, что было 23 тысячи противоправных материалов за неполный 2020 год. Вот пока вы говорили, я прогуглила, я вам скажу, что на конец июля 2019 года был заблокирован доступ к 42 тысячам сайтам, это только на одной из платформ, и на 6 ноября 2019 года было заблокировано еще 13 тысяч сайтов и 25 тысяч противоправных материалов удалено. О каком росте угроз вы говорите сейчас? Если в этом году 23 тысячи, гораздо меньше. Спасибо большое за вопрос. Я думаю, я переадресую его своим коллегам комитету информации и я думаю в разденье они дадут, потому что информацию представляли они, и как вы поняли в моем докладе не прозвучало сравнение, то есть действительно я сейчас не готов ответить каков процент выявления и каков процент исполнения был в прошлые годы. Спасибо большое. И последний вопрос. Вопрос каждому из спикеров, ответьте пожалуйста коротко, да или нет. Если произойдет утечка данных по вот этим сертификатам, конкретно вы готовы понести ответственность административную или уголовную? По очереди я первый отвечу. Будет нести ответственность то лицо, по вине которого произошла утечка. Уголовный закон, уголовный кодекс нарушает именно неправомерный доступ к той информации, которая умеет доз. Поверьте, мы реорганизуем в Национальном Координационном Центре информационной безопасности, используем лучшие передовые технологии по обеспечению безопасности вот этой системе, в том числе и других систем. Все рабочие места, с которыми работает оператор по этой системе и вносит ссылки, они все обеспечены современными средствами информационной безопасности, и все его действия с системой записываются в журнал, который сохраняется в отдельную систему, и мы постоянно смотрим, наблюдаем и смотрим, чтобы каких-либо противоправных действий не проводилось, не связанные, чтобы именно по закону и по решению суда проводились мероприятия по ограничению доступа. Спасибо. Вы люди, которые выходите и говорите нам, что это безопасно, что утечки не будет, вы готовы нести ответственность за свои слова? Мы готовы нести ответственность за свои слова о том, что мы припинем со своей стороны все меры по обеспечению безопасности данных, которые находятся в этой системе. Спасибо за вопрос. Я коротко отвечу. Да, как государственный служащий я несу и административную, и уголовную ответственность и готов ее принять в случае нарушения. Ромир Евкатович, пожалуйста. Как представитель организации, технической организации, которая по сути дела отвечает за техническое сопровождение данной системы, то есть я знаю эту систему не понаслышке, я знаю ее изнутри, хочу добавить, что на самом деле система не обладает возможностью сбора персональных данных. Система заточена только на то, чтобы, получается, приостанавливать действие, то есть доступ к определенным страницам интернет-ресурсов. Поэтому я говорю да. Ура Шахзатович, пожалуйста. Я не государственный служащий, я здесь не могу сказать да или нет. То есть, несомненно, использование сертификата носит такой юридический и этический характер, и мы здесь выступаем как комьюнити, которая собирает именно технических специалистов и обсуждает, как это будет все устроено. То есть, наше мнение, что, несомненно, сертификат в обычный, скажем так, в будний, в обычный период жизни не стоит применять, но раз он есть в законодательстве, то есть, нужно его как-то четко регламентировать, в какой момент времени он будет использоваться и в каких там ЧСах, в каких там чрезвычайных ситуациях его будут включать. Благодарю. Я перехожу к следующему журналисту. Жанар Сердалина, Best News KZ. Жанар, добрый день. Добрый день. Пожалуйста, ваши вопросы. Первый вопрос, который был заявлен ранее, на него спикеры уже ответили, поэтому позвольте перейти к другим уточняющим вопросам. Господин Татенов, позвольте спросить вас, вы сейчас, отвечая на вопрос, отметили, что с 9 до 20.00 выключили систему. Уточните, пожалуйста, о какой системе идет речь. Это система блокировки доступа к нежелательным интернет-сайтам, и второй вопрос от наших пользователей. Масса сертификатов есть для пользователей смартфонов, но ни одного сертификата нет для установки на лаптоп. И посетители жалуются, пользователи жалуются, что их просто выкидывают во время работы с браузера. Спасибо. Имея в виду про систему, я имел в виду тот функционал, который связан с сертификатом безопасности, имея в виду точечную блокировку. А так система работает всегда 24 на 7, которые, есть решение суда, есть закон, и предписание у полномочного органа, которые должны выполнять, и на них ограничение, конечно, стоит. Жанар. Что касаемо сертификатов для лаптопов, и пользователей выкидывало из браузера во время работы, приходилось открывать окна, закачивать программы, все по новой. На самом деле... Программы, и так далее. Что это такое? На самом деле, у операторов связи есть инструкция и установки на лаптоп, и вчера я установил этот сертификат у себя на домашний компьютер. Там нужно все делать по инструкции и пошагово. Вот если бывает... И вот у меня с первого раза не получилось, потому что я сам допустил ошибку, потом я понял, я не в ту папочку добавил сам сертификат. Если сертификат установлен корректно, то должно все работать. Есть отдельные ресурсы, отдельные сервисы, которые не принимают, я уже про них говорил, которые не принимают наш сертификат. И они, когда видят, что используется казахстанский сертификат, обрывает соединение. Это не с нашей стороны, это с их стороны происходит. Нежелание работать с казахстанцами. Но это вопрос переговоров, я уже сказал, надо с ними разговаривать, о том, чтобы они добавили туда сертификат, если они хотят иметь клиентов со стороны казахстанских абонентов. То есть они... У нас есть требования законодательства по этому вопросу. Компания, работающая в той или иной стране, соблюдающая налоги, ведущая бизнес в той или иной стране, должна соблюдать эти законы просто. А связано, скорее всего, это с технической точки зрения, с неправильной установкой сертификата безопасности. Вот эту работу мы как раз все жалобы, которые приходят в колл-центре, все сообщения, которые связаны с инцидентом, записываются на аудиоразговор, передаются соответствующим техническим экспертам. Мы все вместе работаем над этой проблемой, технические эксперт-ключения. Мы каждую информацию анализируем, каждый, так скажем, такой технический инцидент. Его фиксируем в себя и даем операторам письменное разъяснение, как помочь абоненту в той или иной ситуации разобрать. Вот эти учения как раз-таки и помогли нам набрать новый опыт, то есть показать, какие именно новые инциденты и технический сбой позволяет вот эта технология собрать. Жанар, следующий вопрос. Хорошо. В чатах и некоторыми экспертами вот эти киберучения сравниваются с попыткой создать фаервол по китайскому опыту, да, то есть в Китае все заточено прежде всего на национальные, скажем, да, там мессенджеры, ресурсы и так далее. Там невозможно получить доступ, свободный доступ, по крайней мере, к западным мессенджерам и так далее. И вообще парадоксальная ситуация немножко складывается, да, когда сами сотовые операторы, да, в недалеком прошлом пропагандировали свои продукты, предлагали свои услуги, да, именно затачивая на то, что без безлимитный доступ там мессенджеры на некоторые популярные поисковые серверы, да, там и так далее, которые сейчас вдруг скажут. Жанар, пожалуйста, коротко. А как вы это прокомментируете? То есть действительно ли создается фаервол постепенный, поэтапный и так далее? Вы можете это прокомментировать? Жанар, спасибо большое за вопрос. На самом деле могу сказать, что не то, что он создается, он у нас уже создан с 2011 года. Это наш проект, электронная граница. Именно с этого момента мы, думаю, ведем отчет того времени, когда наша страна пытается добиться цифрового суверенитета в киберпространстве. Но в отличие, значит, от китайского аналога, который занимается только блокировкой всего иностранного для цели поддержки своего отечественного, у нас, значит, как вы понимаете, более мягкие условия, то есть у нас основная цель этой системы для того, чтобы противостоять кибератакам. В том числе в последние годы действительно по поручению и Елбасы, и президента все государственные органы направили свои усилия на то, чтобы развивать свой отечественный рынок в каждой своей сфере. То есть наша сфера цифровизации, мы в своей сфере регулятор, соответственно, мы также предпринимаем все необходимые попытки для того, чтобы помочь нашим талантливым ребятам, нашим бизнесменам в сфере IT, чтобы их продукты получили развитие внутри страны и чтобы они получили какое-то конкурентное преимущество для выхода на зарубежные рынки. То есть да, действительно, признаем, это государственная политика, она объявлена президентом, и мы никуда от нее не уйдем. То есть те инструменты, которые у нас есть, и организационные, и технические, они все будут направлены на то, чтобы добиться того, чтобы наши отечественные продукты развивались. Спасибо большое. Дополняю вопрос ваш, коротко. Вот вы сказали именно китайский фаервал. На самом деле, это не китайский аналог. Вы по путешествию по миру, ездите в разные страны. Вы замечаете, наверное, что в той или иной стране тот или иной сервис не работает, он заблокирован. Политика этого государства, то есть там есть правовое решение такое, что обсуждает, это же не обязательно китайский фаервал. Благодарю. Жанар, есть уточнение? Я передаю слово коллегам. Спасибо. Амир Касенов с агентства Костак пишет, что в 2019 году ведущие мировые ресурсы заявили о небезопасности, предложенного к установке сертификата безопасности. Многие, как казахстанские, так и западные эксперты и юристы охарактеризовали предложение установить сертификат как попытку получить доступ к содержимому трафика казахстанцев. Почему госорганы до сих пор не отказались от данного сертификата? На данный вопрос вы уже несколько раз отвечали. Если есть дополнение, то пожалуйста. Спасибо большое за вопрос. Действительно, мы этот вопрос с разных сторон уже осветили. То есть, госорганы не отказались по той простой причине, что законодательство страны прямо предусматривает его использование и пока не будет изменено наше законодательство, госорганы будут его использовать в соответствии с законодательством нашей страны. На следующий вопрос вы тоже также ответили, но я озвучу его, так как мои коллеги просят. Означает ли отказ от установки сертификата безопасности, что отказавшимся закроют доступ к популярным и известным во всем мире своей надежностью и безопасностью веб-ресурсам, таким как ресурсы Google и его проекты, а также Facebook и другие популярные во всем мире сайты? Если да, то примерно когда это планируется? Давайте я отвечу. Нет, отказ сертификата не подразумевает, конечно. Второе, ну так заявлять, на самом деле мы эксперты в кибербезопасности и поверьте, и в результате СМИ есть и очень много различных компаний, которые расследовали. Вот вы заявляете, Google, на самом деле у них тоже есть уязвимость. У любого программного продукта есть уязвимость. Эксперты и старки могут это подтвердить. Просто насколько мы знаем об этой уязвимости, как только она становится известна, ее нужно выпустить за платку и быстрее закрыть. Так вот, говорить о том, что там Google, есть практики, когда и электронная почта, Google и других компаний подвергались кибератакам, находили в них уязвимости. Да, они, конечно, устраняли, но уязвимости есть, об этом никуда не уйти. Спасибо. Спасибо. Россия сегодня Юлия Кислицина направила два вопроса. Она пишет, что в информации об обучениях указано, что они начались 6 декабря. Сколько времени они продлятся? На этот вопрос вы уже ответили. Скажите, пожалуйста, смогут ли жители столицы после их завершения удалить у себя сертификат безопасности, который вы рекомендуете установить? Коротко, пожалуйста. Я уже отвечал на этот вопрос, но еще раз повторюсь. Конечно, удалить сертификат безопасности это право пользователя каждого. Но мы рекомендуем это не делать, поскольку в случае включения системы инспектирования трафика вновь, опять возникнет необходимость установки сертификата безопасности. Поэтому лучше сертификат безопасности, чтобы стоял, чтобы не было никаких проблем. Спасибо. Второй вопрос, Юли. Планируется ли аналогичные учения в других городах? Если да, то когда на этот вопрос вы тоже ответили, пожалуйста, еще раз повторите. Да, спасибо большое за вопрос. Действительно, у нас, как я отметил, уже это ежегодные учения. В других городах пока в этом году точно не планируется. На следующий год мы, наверное, рассмотрим возможность проведения в каком-то другом городе. Спасибо большое. Спасибо. Эльдар Нурелин, Экспресс-К. В распространенном министерствам сообщений говорится, что по сравнению с прошлым годом количество кибератак в Казнете увеличилось в 2,7 раз. Интернет-ресурсы каких организаций чаще всего подвергались кибератакам в текущем году и с чем это связано? Ну, если вот в целом брать, да, как бы самым популярным подвергались атакам это портал электронного правительства, портал государственных закупок, также мобильные операторы, инфраструктура мобильных операторов, то есть КИСЛ, вот, и ряд хостинг-провайдеров, предоставляющих услуги хостинга тоже подвергались массовым атакам. Спасибо за ответы. Уважаемые коллеги, мы время пресс-конференции продлеваем до 11-30 часов, поэтому прошу задавать свои вопросы и без уточнений. Спасибо за понимание. Казахстаймс редакциясынан Асан Анарбайлы Асан, қайырлы күн, сұрақтарыңызды қысқаныс қа қойсаңыз? Казахстаймс сұраңызды? Бірінші, Савал, 4-ші жет 90-гүні Ашығы үкемет парталына осы жобаны іске асыруға негіз болатын екі қаулының жаңартылған мұсқасы еңгізілген. Мұнда үшінші тулға операторменен тұтнуушыдан өзге үшінші тулға барлық делектерді сақтауға өңдегіге рұқсат етілген. Және де Қазақстан Республикасын сифірлік даму министерлігіменен Ұлттық қауысызды комитеті бірге отырып, осы процеслерінің қорғалуын қамтамасыз ету жөнінде зерттеулер қағидасын бектіу туралы қаулы еңгізілгенеген. Расында да Ұлттық қауысызды комитеті бұлтыр бізге фактчек әрттестеріңіз фактчек редакциясын зерттеу бойынша сертификат арқылы жеке мәліметтерді өзгердіп тіпті әліметтік желдегі парақшаларды да бұғаттауға болатыны туралы қорытындаға келген тұғын. Осы ұлттық қауысыз комитетінің қызыр өтін қандай заңдық негіздер бойынша анықтайсыздар кезгелген қоған белсендісі немесе кешіңіздер кезгелген саяси белсендіні басқа да бір себептермен құдалаудың құралына айналып кетпейме бұл сертификат. Шегін қалай анықтайсыздар компетенцияның? Сұралыңызға рахмет. Жағы бірінші мәселе өнші залайыптыңыз. Біздің жорсыпарыланыңыз ба бар? Жағы осы кейбір жаттығылар бүткен ненгейін? Біз әлеуметтік желілерде жағы ақпараттық технология арсаласында жекеменші эксперттермен брифинг өнткіземіз. Ол тікелі эферде жағы әлеуметтік желілерде брифинг болады, соған қатысуыңызды өтнемін. Жаңа, сіздің екінші сұрағыз бойынша Ұлтық қауіпсіздік комитетінің дұрсайтасыз бүйріға бар. Жағы сертификаттың қолдауының реттейтін. Жағы, мен сіздің сұрағызды бір бөлімнен жауап бердім. Ешқандай саяси қадағалау болмайды. Саяси қадағалау негісіз деп санаймын. Бізде қылмыстық кодекс және басқа заңалама актылер бар. Оларды қайшы келмейтін жағы ешқандай шаралар қолдан байды. Тек қана заңсыз түрде біздің қолдан атыншанымызға бас прокуратура қадағалау жүргізет. Сондықтан да бүкіл заңаламалық актылерге осы сұрақтар реттелген. Егер де сізде сол заңаламалық актыларды жаңарту немесе басқа да ұсыныстарыңыз болса, біздің сәйш жазбаша түрде берсеңіз әңгімлесіп сол бүйруқтарды керек болса өзгердейк. Біз дайымыз. Рахмет ұсыге. Осы бойынша нақтылау сауалы жалпы бұлтырығы зерттеу қорымсына сәйкес, пайдалану ұшылға тек мемлекеттік сертификатты орталығы мақылдаған домендерге ғана күрігі рұқсат етіледі деген сол себепті бұл қауыпты деген қорымдыға келген тұғын фактчик кезет. Осы бойынша сауал, сіздер ашы үкемет порталына шығарған осы екі қаулыдағы үш құқықтық негіз өзгерісті 22-ші жет ұқсанға дейін талқылауға мүмкіндік берген екен сіздер. Егер 22-ші жет ұқсанға дейін қазақстан азаматтарының көршілігі осыған қарсылық білдіріп жатса, бұл қабылдан бай қалу мүмкіндігі бар ма? Бұл нақтылау сауалы. Жағысыз айтқан бұйрық байланыс заңының 26-ші бәбіна сәйкес келет. Сол мақсаттарға сай жағы осы бұйрық дайындалған. Мен жағынай айттым. Егер де заңының осы айтылған заңда басқа біра осы мәселедерде ретейтін басқа бір баптар еңгізілсе, ода осы жағы бұйрықты қолдануға мүмкіндіңіз бар. Бірақта жағы біз айтық осы бұйрықта аталған мәселелер заңға негізілген, заңған қайшы біз өт алмаймыз. Бұл ұлтық қауіпсіздік комитетінің бұйрығы заңған жағы әділет күші бойынша астынан кетет. Сондықтан біз оны пайдалымауға шартымы жоқ, құмыз жоқ. Мен нақты сауал қойым отырым. 2013 жылық және 2019 жылығы үкімет қаулысын сіздер өзгерттіп, осы жобан еңгізгілеріңіз келеді. Егер қалықтың белсенді бөлігі петейтсе, басқа да қасқылық, наразылық білдірсе, бұл қаулыларға өзгерістер еңбей қалу мүмкін бе? Немесе, уақытша шектеу қойылуы? Жоқ, менің ойымша заңда бекітілген нормалар орындалу тейіс. Ол үшін заңды өзгерту керек. Ол үшін депутаттар осы немен ұсыныспен шығу керек. Оңдай ұсыныс, біз олармен әңгімелесеміз, оларды біздің өзінің себептеріміз, неге өзі кейбер қауысызып, және де басқа да проблемалы бойынша оларды әңгіме, олармен әңгіме жүргіземіз. Егер олар осы заңда өзгерістер еңгілсе, онда технологиялық қолданымай әрінен. Асан Мұрза, екінші сұрағыңызға көшіңіз. Егер осы қауыллар өзгерістіке шығамайтын болса, азаматтарың ұсынысы еңгізілмейтін болса, немесе моратория жарияламын байтын болса, онында неге 22-ші ел 90-ға дейін ашық жариялы талқылауға деп ұсынып қойырыңыздар? Егер өзгерістер еңгізілмейтін болса? Өзгерістер еңгізді, талқылау жүргізді, бір неше ұсыныстар біз алдық, соның үшінде атамекен жаңғы палатыдан да алдық, бизнес әлтөрлі жекеменшік эксперттерден алдық. Қабылдаған ұсыныстарды... 4-ші жел 90-ғыны сіздер ашық үкіметкес, азаматтарының назарына ұсындыңыздар, ол заңды тұлғаларға емес. 22-ші жел 90-ға дейін осы ашық үкімет порталында, ұнқада осы заң жариялық талқыда болады. Егер осы талқыда қасылық көп болжатса, бұл заң үшін еңгіз үйге тұйым салынамы, қарасырылама, онында мүмкіндіктеген нақты сұтауы... Әрине қарасылырады, Әрине. Мен әйттім ғой, жағы, ата-мекен палатын, сіздің әрткіз жекеменшек, және әртөрлі адамдар құқын қорғайтын, біз тұңдаймыз ғой, ұсыныстарды қабылдаймыз. ұсыныстар нақты түссе, Әрине қалды анатым. Жалпық қарсылық болса, әрине қалды анатым. Асан, тағды сақтарымыз болса, жазмаша түрде жолдасаңыз болады. Мен келесі журналистке көшемін, өйткені 20 минут уақытымыз қалды. Кезекте 8 журналистті өз әртестеріңізді құрметтесеңіз. Сондықтан, Марат Башемовқа көшемін. Оба жаймын Марат, добрый день, пожалуйста, башы вопросы. У меня, знаете, очень конкретные юридические вопросы, потому что наши выступающие прямо апеллировали к юридическим вещам, что иногда недостаточно юридически квалифицированно оценены. Знаете, во-первых, в Конституции есть статья 12, час 5, где написано, что осуществление ваших прав, в данном случае, что предлагается, не должно ущемлять права других лиц. То есть в данном случае мы потребители, которые потребляем услуги по предоставлению нам сотовой связи, за которую я заплатил, или мы платим деньги. Нам вчера выключают интернет, и сегодня у меня нету интернета. И всякие сказки сейчас сижу, я слушаю, бредятину на самом деле, знаете, юридически никак не обоснованную. И меня это категорически возмущает. И поэтому даже ссылки на то, что уже, вы даже сказали, что президент страны сказал, что только в критических случаях, в случае прямой национальной угрозы можно что-то делать. А тут всякую там ерунду. Значит, вопрос еще раз такой. Все ссылки на вашу, на статью 26 закон о связи, вот она стоит, там написано пропуск трафика с использованием протоколов. Скажите, что за протоколы, во-первых, и с отчетом сертификата. Второй, значит, момент вопроса. Вы вчера, вот на Фейсбук я написал, коллеги мои жаловались, угрозы прямые идут, не подключите к сертификату безопасности, вы не будете иметь доступ. Только что там Аэроваль, все остальные задавали вопросы. Вы говорите, нет, мы только рекомендовали. И название такой конференции тоже рекомендовали. Какая рекомендация, если прямой угрозы? Тогда получится, кто понесет, сейчас, если пойдут иски, ваш адрес в гражданском правом порядке, о том, чтобы вы возместили ущерб, возместили мою денежную компенсацию за это дело. Кто будет нести ответственность? Это вот относится к первым вопросам. И второй вопрос, зачем вы, опять же, акценты неправильно расставляете, когда идет национальная безопасность, это состояние защищенности определенных, в данном случае, если вы на первую очередь ставите госсекреты, работу государственных органов, это один аспект. Но зачем для простого человека... Спасибо. Мы ваш вопрос поняли. Дайте возможность ответить вам. Благодарю. Да, пожалуйста. Просто мне нужно юридически аргументированно, еще раз повторяю. Уважаемый Марат, мы вас поняли. Благодарю вас за ваш вопрос. Ссылки на закон о национальной безопасности. Это бред какой-то. Вот надо вот это все разобрать на уровне головы государства. Спасибо большое за вопрос. Я коротко отвечу по первому вопросу. Шифрованные протоколы связи. Это протокол HTTPS. По поводу, значит, недоступности отдельных интернет-сервисов вы можете, в принципе, написать жалобу вашему оператору связи. Она будет рассмотрена в установленном законодательстве порядки. Потому что сказать о том, что вообще не было интернета, я думаю, это будет неправильно. На самом деле надо отделять, что такое вообще интернет, и что такое отдельные интернет-сервисы. И также вы, как юрист, наверное, понимаете, что в договоре между вами, как абонентом и оператором связи, не содержались пункты, что оператор связи обещает вам доступ к Ютубу, к Инстаграму, к Фейсбуку. Он написал вам в договоре о том, что вы имеете право доступа к сети интернет. Этот доступ у вас был, сеть интернет, это не только иностранные зарубежные сайты, хочу отметить, это также и казахстанский сегмент, и российский, и узбекский, и вообще любой другой. В этом случае вы никогда в суде не докажете о том, что у вас не было доступа вообще ко всему интернету. И оператор связи вам не обещал это по вашему договору. Но это так, к сведению вам, как к юристу. Я думаю, вы меня поймете. Спасибо большое. Дополнения нет? Благодарю, Марат. Следующий вопрос ваш. Не удовлетворен, потому что по одной простой причине он не ответил. Какую ответственность они будут нести? Почему? Потому что ущемлены права потребителей. И все то, что сейчас было сделано, а на самом деле было сделано незаконно. И вся вот эта, знаете, лапша эту на уши, это уже перебор. Архмир. Спасибо большое за вопрос. Я как бы понимаю ваше эмоциональное состояние. Хочу сказать, что мы, как государственные служащие, несем общегражданско-правовую ответственность. То есть вы имеете право воспользоваться своим конституционным правом обратиться в судебные органы. И этот вопрос будет рассмотрен в судебных органах. Мы от ответственности не отказываемся. И все наши доводы будут приведены нашей юридической службой на заседании суда. Спасибо большое. Спасибо за ответ. Моя коллега Инур Коскина спрашивает, почему на территории Казахстана пользователям ограничен доступ к популярным кыргызским ресурсам «Клуб.кейджи» и «Кактус.медиа». Пожалуйста. Спасибо большое за вопрос. К сожалению, мы сейчас не готовы сказать. То есть у нас с собой нет списка всех ресурсов, которые находятся под ограничением. Возможно, там были какие-то предписания у полномоченного органа, либо есть какие-то решения суда. То есть мы можем записать название этих ресурсов, если еще раз их повторят. И, в принципе, я думаю, коллеги из комитета информации, МИОР, они подробную информацию могут представить, на каком основании они не работают. То есть какие-то законные основания всегда есть. Просто так никакие ресурсы в нашей стране не закрываются. Можно еще раз, да, название? Название ресурсов после завершения пресс-конференции я вам передам в письменном виде. Спасибо. Нообед Бесенов, Bloomberg News. Нообед, добрый день. Пожалуйста, ваши вопросы. Здравствуйте. Можно я один вопрос отдам Культигину? Он не смог задать свой вопрос. Я вот... Но, к сожалению... Нет, мы не можем. Пожалуйста, ваш вопрос. Если у вас есть... Вот пусть он задаст свой второй вопрос, а я... Хорошо. Культигин, сырауыңызды хоя беріңіз. Бір сырақ, сонғы сырақ. Модератор, бұл жүрде... Модератор, қолыңызға бейлінгі алғандай әміршіл, әкімшіл, сарынмен қарымғатнасты болмауыңызды, битарап болуыңызды талап етеміз. Екінші сауалымыз, өзіңіздеріңіз айттыңыздар, 2011 жылдан бері Қазақсанда осы сертификатты жүзеге асыру, жасау протесті жүрді деп. Осы уақыт аралығында бүгінгі өткізім жатқан оқыл жаттығыды қоса есептегенде бұл жобаға тифірлік даму министерлік және өзге де қатысқан орғандар тарапынан қанша қаражат жұмыс алды. Қазақсанда осы сертификатты жүрді деп. Сіз жазбаша түрде сұрау жолдасаныз, біз жауап береміз. Жүйе өте үлкен, оның компоненттері көп. Оның әртүрлі компоненттерін басқа да жүйелермен интеграцияланған. Соның бәрін есептегенгізде жалпы не бойынша, кейбір қалқан бойынша жағы бюджетте сіз неден қарай аласыз жағы интернеттен. Жауабыңызға рахмет. Қазақстан ұлттығы арнасынан Нысан ұғыл бүзбен байланысты. Құрметті асан, мен қолыма белікті алған жақпын, уақыттың тұғыздығына байланысты құрметпен сізден сұрадым. Нақтылау сұрақсыз деп. Можно теперь я свой вопрос задам, пожалуйста? Пожалуйста. Один вопрос. Господа спикеры, вы пытаетесь ограничить доступ к так называемым экстремистским сайтам, и, возможно, хотеть контролировать протестное настроение перед праздниками и выборами. Вот ваши действия, вы не думаете, что вы как раз-таки вызываете эти протесты в настроении и подогреваете интерес к возможным протестам и к этим экстремистским сайтам? Потому что если бы вы не блокировали интернет, то люди бы, возможно, и не заинтересовались этими сайтами. Спасибо, Новбед. Спасибо большое за вопрос. Какая-то определенная доля правды, наверное, в ваших словах есть, но мы считаем совершенно по-другому. Смотрите, вот 23 тысячи противоправных материалов, из них 21 тысяча распространение идеологии терроризма, религиозного этничества и экстремизма. То есть вы предлагаете нам, как государству, найти эти ресурсы и ничего с ними не делать, пусть наши граждане впитывают эту противоправную информацию. То есть ни одно государство себе это позволить не может, и мы в том числе, как суверенное государство, мы настаиваем на том, и мы будем делать все как государство для того, чтобы ограничить наших граждан от этой противоправной информации. То есть от этого ни одно государство никогда не отступится, и Казахстан никогда не отступится. То есть на самом деле ту работу, которую проводят государственные органы, она постоянная, она не связана выборы, невыборы, будут забастовки, не будут забастовки. То есть это каждодневная деятельность нашего государственного аппарата. Пока в законах это есть, пока мы на своей территории суверенной сами имеем право принимать эти законы и, соответственно, требовать их исполнения, мы будем это делать. Спасибо большое. Спасибо. Хван Бекшамилевич, пожалуйста, дополните. Я хочу коротко отметить на протестное настроение и так далее. Это просто учение. В связи с пандемией мы действительно не могли их вовремя провести еще летом этого года. Были карантинные мерки, сейчас немножко послабление пошло, поэтому мы реализуем. На самом деле это учение, и мы хотим именно ошибки. На самом деле, поймите, мы в ходе этих тестов очень много информации за эти сутки переработали. Очень много инцидентов и информации к нам поступило, в том числе и жалоб. Мы будем разбираться и так далее. Это для нас, говорю же, эта система и эта технология нова. Вот она в полигоне работает нормально, без эксцессов, когда нет нагрузки, когда нет большого количества абонентов. Вот в городе, условно, очень много абонентов, очень много пользователей к сети интернет. И вот любого связиста можете спросить, что нагрузка в сети интернет, трафик – это такая динамическая вещь. И чтобы ее систему испытать на нагрузку, на полноценное, как боевое, так скажем, предбоевое состояние, мы провели эти учения, и они никак не связаны с предвыборным процессом и так далее. Мы, как спецслужба, как уполномоченные органы, которые работают в едином механизме противодействия разным угрозам, мы должны быть готовы к различным ситуациям, в том числе и технически. И они не связаны с какими-то там самополитическими событиями в стране. Спасибо. Да, у меня уточняющий вопрос. Вы чуть ранее не ответили на вопрос коллеги о согласии граждан Казахстана участвовать в учении. Вот в законе о связи об этом ничего не говорится. Вопрос. Возможно, вы граждан Казахстана спросите, хотят ли они быть в ОДКБ и иметь проблемы с интернетом, или выйти из ОДКБ и никогда больше не иметь проблемы с интернетом. Вот вы не задумывались об этом? Спасибо. Спасибо большое. Да, хорошее, я думаю, предложение. Но на самом деле, если посмотреть наше законодательство, то есть у нас есть общественное объединение, у нас есть политические партии, у нас сейчас состоятся парламентские выборы. То есть почему бы тогда заинтересованным гражданам не заняться этим вопросом? То есть на самом деле никто не мешает, в том числе и государственный аппарат, инициировать, допустим, референдум о присоединении, либо о выходе из ОДКБ. Все законные процедуры у нас имеются. То есть, ну, грубо говоря, если кто-то соберет единомышленников, сделает политическую партию, сделает свою как политическую платформу и будет этим заниматься, я думаю, это только хорошо, когда есть плюрализм, мнение в нашей стране. И наше законодательство, и мы, как государственные органы, этому абсолютно не противодействуем. Спасибо большое. Спасибо. Нобед, есть ли еще уточнение? Спасибо большое. Евразия, Бринш Арнасна, Найбекосанов сраған жолдапты. Сіздердің хабарламаларыңыздың цитатасын жазып жіберіпті. Бұл хабарламаның астарында не жатыр. Кандай улқу жатыр. Морхабар. Мен ертерек осы сұрағанға жауап кердім. Байқа айталан отайын. Біз осы жаттығылар кезінде нақты жекеменшік кибербезопас саласындағы жұмыстеймі кампалыдармен тестік кибер атақылар, кибер шабуылдар үйіндастырамыз. Жүйінің қалай сол кибер шабуылдарға қарсы тұратымызды. Сонны біз жағы жұмыс, соңлармен жұмыстейміз. Жағы айтым, біздің жедел зестіру жұмыстары бойынша көптеген шаралар өткізілет. Жағы кибер жихадисты ұстау оның бақылау және де әртүрлі жедел зестіру жұмыстары жүргізілет. Және де біздің критикалық объектілерді қалай қорға ұжасайтыңызды бүкіл алгоритмыды механизмілі содан текшеру өткізіміз. Рахмет. Рахмет. На очереди Даньяр Кунафин, закон Киезет. Даньяр, добрый день, пожалуйста, ваш вопрос. Даньяр. Азамат Сыздыхпаев, Казенформ спрашивает, помогут ли учения снизить риск угрозы кибератак и защитить персональные данные казахстанцев от хакеров? И каким образом? Спасибо большое за вопрос. Действительно, еще Суворов, по-моему, говорил, да, тяжело в учении, легко в бою. Так что, я думаю, цель наших учений как раз таки в том, чтобы отточить все те навыки, все те, значит, способы, которые мы почерпнули у наших коллег, чтобы максимально в случае возникновения какой-то настоящей кризисной ситуации, чтобы у нас была настолько четко и слаженно сработала вся государственная система, чтобы самые максимальные, чтобы, вернее, минимальные потери у нас были в этом случае. Спасибо. У вас дополнение, пожалуйста. Да, разрешите, я дополню немножко практику. Мы уже учения давно проводим. Вот, к примеру, мы разослали 25 500, около, писем с условным вредоносным программным обеспечением по той методике с использованием технологий, как это делают обычные классические киберпреступники. Так вот, из сети интернет, у пользователей, которые имели доступ к сети интернет, 3675 пользователей открыли это вредоносным программным обеспечением условно. Но если там была реальная вредоносная программа, то было бы заражение этого компьютера. Так что эти цифры говорят о том, что все-таки уровень у нас цифровой грамотности и грамотности в сфере кибербезопасности очень низкий. И все-таки пользователи доверяют разложенным вредоносным вложениям, доверяют различным незнакомым писем. Их любопытство зачастую преобладает с теми требованиями или рекомендациями в области кибербезопасности. Спасибо. Спасибо, уважаемые спикеры. На этом мы завершаем нашу пресс-конференцию. В конце, пожалуйста, зарезюмируйте свое выступление. Основные тезисы. Пожалуйста. Спасибо большое. В качестве резюме хотим сказать, что нашим министерством проводятся очередные плановые киберучения. Самый неприятный этап для наших граждан пройден в эти выходные. Спасибо вам за терпение и за содействие. Спасибо тем, кто установил этот сертификат и помог нам аттестировать систему. Дальше учения будут продолжены уже без участия граждан. Но для государственных органов эта работа еще вся впереди. Спасибо большое за понимание и содействие. Уважаемые коллеги, вопросы, которые мы не успели задать в прямом эфире, мы обязательно направим в письменном виде пресс-службы соответствующих государственных органов. Спасибо за понимание. Спасибо. 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 Спасибо.